Друзья, привет! Меня зовут Алексей Ирков, я технический директор компании Altair Digital. И сегодня я проведу для вас небольшую экскурсию и расскажу о том, как мы делали виртуальный планетарий и кто нам в этом помогал. Сейчас мы находимся перед Новосибирским технопарком. Технопарк – это уникальный институт, который помогает начинающим стартапам начать свой бизнес. Давайте пройдем внутрь и познакомимся с ними поближе. Друзья, это как раз-таки этаж, на котором находится IT-бизнес-инкубатор. Именно здесь молодые компании могут арендовать льготное помещение, поставить стол, стул, компьютер и начать работать. Друзья, знакомьтесь, это Эржена, представитель бизнес-инкубатора. Эржена, расскажи, пожалуйста, чем занимается бизнес-инкубатор и как вы помогаете нашей компании? Ну, прежде всего, в бизнес-инкубаторе четыре направления. Это приборостроение, биотехнологии, нанотехнологии и информационные технологии. Главная задача бизнес-инкубатора – это помогать стартапам развиваться быстрее. Для этого у нас есть ряд услуг, которые мы оказываем. Это, прежде всего, инфраструктура, это офисные рабочие места, специализированные боксы, консультации различные, бухгалтерское обслуживание, travel-гранты и так далее. Altair Digital у нас компания является резидентом IT-бизнес-инкубатора на протяжении уже чуть больше года и показала за это время хороший скачок. Спасибо, Эржен. Я немножко дополню. Бизнес-инкубатор очень сильно помогал нам именно информационной поддержкой, то есть СМИ, пиар и прочие вещи, которые помогали создать информационный повод, инфоповод в интернете, на телевидении, что способствовало, в принципе, развитию нашей компании. Ну, а мы идем дальше. Спасибо, Эржен, большое. Едем на следующую локацию. Сейчас мы приехали в Новосибирский планетарий. Это одна из достопримечательностей Новосибирска. Построен он был довольно недавно, но при этом является самым крупнейшим астрофизическим центром за Уралом. Сзади меня, вон там наверху, вы можете видеть часть купола звездного зала. Это как раз-таки и есть тот зал, аналог которого мы оцифровали для очков виртуальной реальности и поместили в виртуальную реальность. Здесь диаметр зала 16 метров, и ежегодно этот планетарий посещает порядка 100 тысяч человек. А теперь давайте пройдем внутрь и познакомимся с директором планетария. Пошли. Мы сегодня попали в день, когда в Новосибирском планетарии проходит олимпиаду международную. То есть дети с разных стран приехали, чтобы поучаствовать в олимпиаде и выявить сильнейшего. Добрый день! Это Масликов Сергей Юрьевич, директор планетария. Сегодня планетарий является нашим техническим партнером и помогает нам дублировать фильмы. Сергей, можете вкратце рассказать, как происходит процесс дубляжа, с какими сложностями вы сталкиваетесь и почему это желательно делать в планетарии, а не просто в какой-то студии звукозаписывающей? Дублирование фильмов – это только один этап создания полнокупольного контента. Это наша задача с самого начала работы планетария, уже шестой год мы работаем. И мы дублируем, во-первых, озвучиваем и свои работы, которые мы создаем сами, и в том числе дублируем зарубежные фильмы, которые создаются различными некоммерческими партнерствами, организациями и так далее. Почему это важно? Потому что у нас в России существует сеть планетариев, которая показывает все эти фильмы. И мы сошли возможным взять на себя вот эту важную работу, потому что у нас есть ресурсы, есть возможности и желания, самое главное. Это хорошо. В планетарии очень, скажем так, сильная звукостудия, то есть там очень мощное оборудование. И насколько я знаю, вы во время дубляжа привлекаете еще сторонних людей, чтобы они вычитали текст, то есть проверили его на грамотность, потому что все фильмы с научно-образовательным уклоном, правильно, Сергей? Мы проводим научную редакцию этих фильмов. Это особенно легко нам делать для астрономических фильмов, потому что я сам астроном по образованию, и есть другие люди, которые глубоко погружены в эту тему. Есть также литературная редакция этих фильмов. И, что немаловажно, мы привлекаем для озвучивания дорожек лучших специалистов города Новосибирска. Это артисты наших театров, которые уже имеют хорошую репутацию в озвучивании разных работ. Хорошо. Спасибо, Сергей, большое. Успехов вам. Спасибо. Ну, а мы идем дальше. Друзья, нас пустили в звездный зал «Планетария». Именно здесь проходят показы полнокупольных сферических фильмов. В отличие от обычных кинотеатров или кинотеатров IMAX, в «Планетарии» используется огромная полусфера, благодаря чему у зрителей задействуется периферическое зрение, и возникает такой необычный эффект присутствия, который повторить в каких-то других залах невозможно. Аналогичный «Планетарий» мы оцифровали именно для нашей версии виртуального «Планетария». Что здесь очень важно? Изображение в «Планетарии» проецируется с помощью нескольких проекторов. И чем дороже проектор, тем качественнее будет изображение. Для виртуального «Планетария» мы используем телефон, поэтому яркость и контраст в нашем виртуальном «Планетарии» значительно выше изначально и сравнима на уровне самых дорогих «Планетариев» мира. Итак, друзья, мы приехали еще к одному нашему партнеру – Фонду развития интернет-инициатив «Фри». Давайте зайдем внутрь и познакомимся с Дашей. Даша, привет! Привет, Даша! Друзья, это Даша, представитель «Фри» в Новосибирске. Даша, расскажи в двух словах, чем вы занимаетесь и как вы нам помогаете. Фонд развития интернет-инициатив – это венчурный фонд, который инвестирует в стартапы и также дает возможность выйти стартапам на новый уровень за счет большей технологии, опыта экспертов, пол-экспертов и тех акселерационных программ, которые у нас есть. Как раз 12-й летний набор проходила компания «Виртуальный планетарий». Можешь рассказать о своих успехах в нашем акселераторе? Да, мы за три месяца прошли акселерацию во «Фри» в Москве, очень сильно прокачались, у нас выручка выросла в 10 раз. Нам удалось выйти на первое место с нашим приложением в международном магазине Oculus Store. И это еще больше позволило нам расширить продажи, увеличить количество продаж. Все это благодаря менторам, той энергетике, которая идет во «Фри», ребятам, которые нам помогали, Хасанов, Красинский, Тян, вам огромный привет и большое спасибо. Именно благодаря этой атмосфере нам удалось выйти абсолютно на новый уровень. Спасибо даже большое, ну а мы идем дальше. Ну что, друзья, мы наконец-то добрались до нашего офиса, давайте поднимемся, и я более подробно расскажу, чем мы здесь занимаемся. Итак, здесь у нас находится отдел разработки, и именно здесь происходит, скажем, такая невидимая работа, потому что сам планетарий виртуальный, то есть приложение, это видимая часть, скажем так, видимая вершина айсберга. Но чтобы этот планетарий заработал, необходимо обеспечить инфраструктуру. И вот ребята как раз-таки и занимаются тем, что создают платформу. Давайте немножко объясню, как это работает. То есть, смотрите, мы с вами были в Новосипирском планетарии, и любой планетарий – это все равно кинотеатр. А любой кинотеатр требует постоянного обновления своего репертуара фильмов. И проблема в планетариях в том, что, во-первых, фильмы довольно дорогие, во-вторых, доставляются они до сих пор почтой, и, в-третьих, из-за всего этого, из-за длительного цикла сделки и высокой стоимости, репертуар планетариев обновляется довольно медленно. То есть, в месяц, в год это может быть порядка, там, от трех до пяти фильмов новых добавляться, и планетариям приходится работать в основном на старом контенте. Мы избавились от этой проблемы. Мы создали онлайн нашу платформу, которая позволяет зарубежным студиям, где бы они ни находились, неважно, добавлять свои фильмы к нам на площадку, и эти фильмы сразу становятся доступны нашим пользователям. Более того, мы договорились со студиям, что они будут продавать свои фильмы не за 100 тысяч долларов, как они делают сейчас, а за 10 долларов. Но чтобы они не разорились, мы предложили им продавать их контент не только планетарием, которых не так много в мире, но, в принципе, на многомиллионную аудиторию, благодаря нашему приложению виртуальной реальности. И, в принципе, им эта идея понравилась. Они отозвались довольно позитивно. То есть, в принципе, сейчас у нас получается, что мы в месяц добавляем порядка двух-трех новых фильмов, и тем самым очень быстро расширяем контент, то есть каталог фильмов, и при этом расширяем аудиторию. Вот как раз-таки инфраструктура позволила нам выйти на зарубежный рынок, где нашим приложением может воспользоваться любой желающий. В основном это сейчас Америка и Европа, так как там очки виртуальной реальности имеют большие перспективы, их гораздо больше у пользователей. А в России мы решили немножко изменить модель, и в России выпустили франшизу виртуальную планетарию. То есть мы доработали нашу платформу таким образом, чтобы фильм в планетарии мог смотреть не один человек, а сразу целый класс детей. И благодаря этому у нас появилась возможность приезжать в любую школу и показывать там, приносить детям вот такой вот виртуальный планетарий. Эту модель бизнеса мы решили продавать через франшизу планетария, потому что у нас скопился огромный опыт, и мы решили строить сеть партнерскую, сильную, благодаря которой можно будет в любом городе пользователь получит одинаковую услугу, и наши партнеры таким образом будут зарабатывать, а мы, соответственно, развивать нашу франшизу виртуальную планетария. Давайте, наверное, сейчас помучим нашего программиста Александра. Саша, расскажи, пожалуйста, в двух словах, чем ты занимаешься и над чем сейчас работаешь? Я сейчас разрабатываю, скорее дорабатываю и поддерживаю систему статистики, в которой студии могут смотреть, какие фильмы показывают их, какие фильмы более востребованы. Также систему отображения статистики для наших партнеров, где сами партнеры видят свою статистику, какие фильмы они показали, сколько очков было подключено за сеанс, и они могут в режиме онлайн просматривать, то есть после каждого показа, то есть у них уже сразу автоматно добавляется статистика в их личный кабинет. Спасибо, Саша. Ну что, теперь давайте переместимся в следующий кабинет, и я расскажу, чем занимается у нас отдел продаж. Это наш отдел продаж, его руководитель Дмитрий. Расскажи, пожалуйста, чем отдел занимается, какие перед ним стоят задачи и куда мы идем. Всем привет, меня зовут Дмитрий, и это, по сути, у нас наш мозговой центр, где мы и создаем нашу большую федеральную сеть франшизы. Здесь у нас сидит наша Ольга Красавельца, это наша первая точка по франшизе, Новосибирская. Именно здесь мы начали наш опыт, именно здесь мы смотрим, что и как, где, могут возникнуть какие трудности, и, соответственно, обучаем всех наших партнеров, как правильно их преодолевать. Здесь у нас есть Евгений, он занимается у нас технической поддержкой абсолютно всех клиентов, соответственно, любая возникшая ситуация, он круглосуточно на связи, выходит на связи и решает абсолютно все проблемы. Также, естественно, сеть не будет расти, если у нас не будет новых партнеров. Опять же, с нами Алексей, он занимается продажами самой франшизы, звонит по всем регионам, от Калининграда до Владивостока, ну и таким самым мы расширяем нашу сеть и увеличиваем наши силы оборота. Спасибо, Дим. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилась презентация нас и нашей компании. Следите за нами в соцсетях, у нас постоянно происходит что-то новенькое, что-то интересное, о чем мы постоянно вещаем, транслируем в мир. Спасибо, всего доброго, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok